Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, во-первых, Андрей Григорьевич, правильно я понимаю, что вчерашняя сессия это не что иное, как следствие уже решения апелляционного суда, который оставил в силе решение суда первой инстанции основное, которое было однозначно лишить четырех депутатов депутатских полномочий в соответствии с законом. Как оно в общем правильно звучало, вот формулировка? Если говорить именно про формулировку, она звучала следующим образом. Рассмотреть вопрос о досрочном прекращении ряда депутатов. Рассмотреть вопрос. Рассмотреть вопрос. Выполнила решение суда, рассмотрела вопрос, да? Совершенно точно мы выполнили решение суда и рассмотрели вопрос. Ну вот, за время этой истории не раз звучало, что наказание за нарушение сроков подачи информации о доходах, оно, собственно говоря, только одно. Это досрочное сложение полномочий. Однако, три из четырех депутатов после рассмотрения этого вопроса остались в Горсовете. Может ли прокуратура в данном случае посчитать, что Горсовет не выполнил требования закона? Я считаю, нет таких оснований. То, что требовала прокуратура, и те два судебных решения Горсовет в полной мере исполнил. То есть, из четырех, лишение одного, это такое, ну, я бы назвал это неким жертвоприношением таким? Я не сказал бы, не назвал бы это жертвоприношением, были совершенно разные причины, и мы действительно рассмотрели вопрос о досрочном прекращении по четырем депутатам, решение вы уже знаете. Ну, а все-таки прокуратура, как гарант исполнения закона, я думаю, что на вполне законных основаниях не оставит этот вопрос без внимания в дальнейшем, потому что закон, к сожалению, он может трактоваться, на мой взгляд, только по одному, это лишение полномочий, собственно говоря. Есть ли риск, как неоднократно звучало от многих экспертов и во многих СМИ, все-таки распуск Горсовета, как вы думаете? Вы знаете, мне вообще не нравится эта формулировка, она последний год-полтора очень часто стала звучать. Если следовать в этой логике, достаточно большая часть наших решений может вести к распуску Городского Совета. Но очень часто эта тема не поднимается. В некоторых вопросах, как этот вопрос, он очень острый, очень сложный, некоторым выгодно поднимать и педалировать эту тему. Я считаю, что никаких оснований для распуска Городского Совета нет. У нас сложный коллектив, но он работоспособный, и за тот период, в который мы работаем новым составом, мы приняли все необходимые для города решения, принимались, они принимались своевременно. Да, очень часто, может быть, мы слишком долго их обсуждали, я с этим согласен. Но я думаю, что тем ценнее наше решение. Давайте все-таки вернемся, Андрей Александрович, к четырем депутатам. Я думаю, что вчера опять эту тему очень активно обсуждали на сессии. Соответственно, о причинах говорили каждого из них. Но вот какие это причины, которые не позволили им просто вовремя исполнить закон, по большому счету? Совершенно разные. Вы же знаете, никого не хочу обидеть, но там, где два юриста, существует три мнения. Мы об этом прекрасно знаем. И причины были следующего характера. Кто-то решил, что предоставленных четыре месяца ему недостаточно, и буквально в последние дни решил отправить свою декларацию по почте, экспресс-почте. И эти письма шли в достаточно долгий период до городского совета. Кто-то решил, что так как последний день сдачи декларации попадает на выходной день, решил сделать это в первый рабочий день. А кто-то просто по-мужски пришел и сказал, вы знаете, у меня были виски и основания, я не подал свою декларацию. Вот я, как хотите, так со мной и поступайте. Это было честное мужское решение. И, соответственно, мы вчера все это обсуждали и к этому относились. Андрей Викторович, но все-таки, наверное, депутаты это же люди, которые законом должны быть на «ты», да, как говорится? Я согласен. Вы лично ведь наверняка заблаговременно побеспокоились о своей декларации и где-то себе даже галочку-помяточку поставили с запасом срока, да? Я сдал своевременно, а у меня нет нарушений по аналоговой декларации. То есть, соответственно, все-таки, наверное, какое-то наказание для депутатов, не исполнивших вовремя закон, должно быть. Я считаю тоже, что лишение полномочий – это уж слишком кардиальная мера, и, увы, в законе она однозначно прописана, да? По оставшимся депутатам, как-то вы их пожурите хотя бы? Я думаю, что они уже понесли вполне достаточно сильное наказание. Они получили слишком много информационных поводов. Я считаю, что, надеюсь, по крайней мере, и в будущем, считаю, что этот инцидент должен быть исчерпан. И, в общем-то, надо сказать, что эта норма закона действует первый год. Более того, многие, когда шли в депутаты, не предполагали, что придется отчитываться о своих доходах. И, может быть, кто-то не совсем серьезно к этому отнесся. Я думаю, что весь этот год мы довольно много обсуждали и на эту тему говорили. И хочется надеяться, что, конечно, депутатский корпус в первую очередь должен своевременно соблюдать и выполнять законы. Но вот у Гордеева и Суртаева, насколько я знаю, в постановлении причины с опозданием по подаче декларации абсолютно одинаковые. Однако по Гордееву это было откровено, а по Суртаеву прошло. Почему? Ну, что такое городской совет? Городской совет – это, в общем-то, коллектив. У нас в коллективе есть фракции, депутатские объединения, депутатские группы. Кто-то кому-то нравится, кто-то кому-то не нравится. То есть личные оценки включились в этот момент и, соответственно, повлияли на решение? Совершенно точно. Более того, голосование у нас было закрытым, поэтому кто как проголосовал, сложно сказать, но вот решения те, которые мы все знаем. А как выглядит дальнейшая процедура в отношении Сергея Суртаева? Когда он официально перестанет быть депутатом уже? Это случится в тот момент, когда решение сессии будет опубликовано в газете «Городские новости». Ну, то есть в ближайшие дни буквально. А у него есть возможность еще как-то оспорить и обратиться уже теперь в суд с иском о нелишении его депутатских полномочий? Более того, такая возможность у него есть. Он о ней заявлял. Я думаю, что он будет предпринимать эти попытки. Я считаю, что, наверное, это обосновано. Дело в том, что у нас есть замечание к этому закону. Я считаю, что его необходимо дорабатывать. Там действительно есть над чем работать. Вот я являюсь председателем комиссии, которая рассматривала депутатские нарушения. И вы знаете, когда прокуратура требовала рассмотреть тот или иной вопрос, говорит, вот этот депутат конкретный нарушил то-то, то-то. Мы говорим, хорошо, предоставьте нам документы. Прокуратура говорит, извините, это личные персональные данные, мы не можем этого сделать. Это же тоже ненормально. То есть есть ряд противоречий, поэтому я считаю, я не хочу оценивать шансы, но уверен, что он сделает этот шаг. Какой будет результат, мы будем смотреть. А остальные три депутата уже могут быть спокойными или еще какая-то процедура может начаться? Ну, как это может дальше быть? Сложно предсказать, но я слышал комментарии прокуратуры. Прокуратура считает, что мы выполнили их требования. Я считаю, остальные депутаты, наверное, на мой взгляд, должны быть спокойны. Но буквально уже теперь меньше, чем через месяц у нас наступает новый период, когда начинается сдача новой декларации. Поэтому надо всем к этому ответственно подойти. Андрей Викторович, наверняка это правда такая юридическая оплошность, возможно, какая-то в законе, которая не дает нескольких выбор норм. Депутаты, обсуждая эти проблемы, будут ли выходить с какой-то инициативой к депутатам ЗАГС собрания, к федеральному уровню, чтобы как-то вносить поправки? Безусловно, мы готовим целый пакет таких замечаний от нашей комиссии. Уверен, что мы в городском совете будем рассматривать. К сожалению, от нас это будет долго исходить. Но в том смысле, что мы должны обратиться сначала в законодательность. Но инициатива хотя бы будет. Инициатива будет, совершенно точно. Инициатива будет. Ну что ж, я желаю все равно вам успешной работы. Никакого распуска горсовета, как вы уже сказали, ожидать не нужно. И это, наверное, правильно, потому что еще и выборы нового горсовета – это огромное бюджетное средство расхода. Поэтому желаю вам успешной работы, пусть и в уменьшенном составе. После выборов немножко ряды поредели. Сейчас тут еще один депутат ушел. Но, тем не менее, я думаю, что на работоспособности городского совета это никак не отразится. Важно, чтобы эта работа была продуктивной и направлена на улучшение качества жизни нашего города. Спасибо, Андрей Алексеевич. Спасибо. Вернемся после рекламы и будем говорить уже о не менее серьезной теме, но о медицинской гриппе и ОРВИ. Оставайтесь с нами. Продолжаем наш эфир и готовы поговорить немного о гриппе и ОРВИ. Дело в том, что зима уже в разгаре, декабрь начался, вроде как бы и эпидемия гриппа на пороге должна стоять. Однако, по прогнозам Роспотребнадзора, начало эпидемии гриппа и ОРВИ в крае у нас ожидается к концу декабря. Поэтому у нас еще есть время, собственно говоря, поговорить о профилактике, что с этим делать и как жить. У нас в гостях консультант Министерства здравоохранения Красноярского края Бахарева Наталья Васильевна. Наталья Васильевна, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, на самом деле, это вот такая типичная ситуация, что порог эпидемии и эпидемия ожидается к концу декабря. Мне кажется, многие годы это прямо уже было и ноябрь, и начало декабря. Это зависит от того, какие вирусы гриппа циркулируют. Если появляются новые варианты, то подъемы регистрируются в нехарактерное для обычных ситуаций время. Обычные подъемы мы регистрируем в январе-феврале, после того, как наши земляки возвращаются из отпусков и привозят из различных регионов. Где они много контактируют, да? Контактируют, да. Поэтому в этом году в ряде регионов, в том числе в Европе, эпидемический подъем начинается раньше. И поэтому, ну, есть такая вероятность, что к новогодним праздникам можно ожидать некоторого подъема заболеваемости. Вот до Нового года, получается, еще там три недели полных есть, да? Соответственно, можно еще, наверное, побеспокоиться даже о прививках? Да. Вакцинация в регионах, где не регистрируется сезонный подъем, продолжается. Сегодня Федеральная служба Роспотребнадзора официально об этом уведомила территории. Многие, кто отказываются от вакцины, говорят, это все, значит, вот никакая не помощь. Они забывают о том, что, безусловно, предотвратить полностью заболевание нельзя, но осложнение, да, основная цель вакцинации, это предотвратить осложнение. Мы всегда говорим о том, что ВОЗ прогнозирует, да, какие штаммы вируса будут в этом году. В этом году прогнозы ВОЗ совпали, соответственно, и вакцина будет действенной вот в сезоне. Да, вот сегодня Федеральная служба на селекторном совещании объявила, что национальные центры гриппа, которые изучают штаммовый состав циркулирующих вариантов, объявили о том, что он полностью совпадает с тем, которые сегодня, которые рекомендованы и включены в состав вакцин, которыми проводилась вакцинация населения Российской Федерации, начиная с сентября месяца. Соответственно, те, кто уже привились, они уже получили антитела именно конкретных этого вируса, гриппа, и те, кто сейчас поставят прививки, наработать успеют какой-то там иммунитет за эти три недели? Да, через 10, через 7-14 дней развивается иммунитет после проведения вакцинации против гриппа. Поэтому сегодня еще вполне достаточно времени для того, чтобы подготовиться к предстоящему подъему. Наталья Васильевна, а можете все-таки сказать, как медик, специалист многолетним опытом, есть смысл делать прививку или нет? Потому что в последнее время это же считается некими маркетинговыми ходами компаний, которые производят вакцину, да? Какими-то там, те, кто продвигают платные услуги и так далее. Вот все-таки. Если говорить о выгоде фармацевтических компаний, то, как правило, эти компании производят и вакцины, и фармацевтические препараты. Если мы купим у них вакцины и не будем болеть, значит, они меньше получат прибыли на реализации противовирусных препаратов. Если мы не привьемся и будем болеть, они получат выгоду на наше заболевание. Поэтому, ну, инсинуация в отношении выгоды фармацевтических компаний. Выгоду нужно прежде всего каждый должен определять для себя, следует привиться или не следует. Я далека от мысли, что вот такие интервью, в которых я принимаю регулярное участие, ну, ярых противников вакцинации способны вот мгновенно переубедить. Я могу говорить только о личном опыте, многолетнем опыте, о том, что даже в сезон 2009 года, когда в циркуляции появился новый вариант вируса гриппа, а прививались мы все-таки к сезону другой вакцины, те медицинские работники, которые работали в стационарах, где полностью, которые полностью были перепрофилированы под госпитализацию тяжелых форм гриппа, мы не отмечали там массовое заболевание этих сотрудников. Вместе с тем те, кто был не привит, ну, были поражены в первую очередь и так же, как и пациенты, болели. Ну что, чтобы тему вакцинации уже закрыть, время еще есть, три недели, поэтому, уважаемые зрители, и если у вас особенно дети, это немаловажно. Есть еще время привиться. Все-таки о профилактике. Мы всегда говорим, что нужно там отказаться от посещения массовых мероприятий, контактов, мыть руки, мыть нос там, да, чтобы вирус, соответственно, смывать со слизистой. Что еще? Закаливание за эти три недели как-то может помочь? Ну, я так понимаю, что тот, кто занимается регулярно закаливанием, конечно, он готовится к эпидемическому подъему. Я знаю, что у нас в ряде организованных коллективах сотрудники, работники образования, также являясь сторонниками этой методики профилактики, занимаются регулярно. Но мне хотелось бы сказать, что эта процедура тоже небезопасна, и поэтому рекомендации, особенно по экстремальному закаливанию, моржевания, обливания на снегу, там, холодной водой и так далее, следует к таким экстремальным процедурам подходить все-таки постепенно и в соответствии с данными рекомендациями. Все-таки долгосрочные должны быть. За три недели оздоровиться за счет закаливания нельзя. Что традиционно еще? Витамины, не знаю, там, шиповник, усиленное питание. Как вот сейчас в семье строить свой возможный рацион, что добавлять для того, чтобы все-таки противостоять сезонным, опять-таки, ОРВИ, гриппу? Мне бы хотелось вначале уберечь наших горожан от того, чтобы сейчас начать массовый прием фармацевтических препаратов. Все-таки сейчас еще предэпидемический период и к фармацевтическим препаратам следует подходить в других ситуациях. Сегодня это и полноценное питание, это полноценный режим труда и отдыха, это профилактика, вот, спокойное отношение к стрессовым ситуациям, потому что стрессы, особенно хронические, приводят к вторичным иммунодефицитам, повышают восприимчивость. И профилактические средства будут из народной медицины, то есть это и сухофрукты, и наши ягоды, и наши запасы, отвары различных витаминных продуктов, которые мы имеем в запасе. Имбирный чай помогает? Да, тоже относится к этому. Я недавно услышала, то есть для себя открытие, что есть специальные настойки, которые готовятся на основе хрена, и у нас в европейской территории такие, ну, то есть, вот я среди наших горожан таких поклонников не видела. Ну, вот, считаю, что тоже в этом есть... Наталья Васильевна, у нас буквально две минуты остается, еще немаловажный вопрос. В коллективе, допустим, появился простуженный, у него насморк, он начинает там кашлять, у него начинается повышение температуры. Должен ли коллектив быть терпим к тому, что он находится рядом с ними? Ну, я, мое личное мнение, что терпимым быть не нужно, но бывают ситуации особо, то есть, сотрудники с особым рвением в отношении к работе, тем не менее, то есть, у нас принудительного отстранения от работы не предусмотрено. Поэтому, в отличие от организованных коллективов, где педагогический коллектив и медицинский работник может не допустить ребенка к посещению этого учреждения. А в коллективах таких трудовых нужно тогда принимать меры индивидуальной профилактики. Это как раз тот случай, когда нужно уже прибегнуть и к фармпрепаратам профилактическим противовирусным, это ношение масок, это проветривание, это кварцевание воздуха, это использование спреев для того, чтобы уменьшить количество возбудителя в воздухе. Ну и традиционное мытье рук, мы забываем на самом деле, мы думаем, что вот чихнули и там заболели, а ведь руки это на самом деле... Да, особенно вот эта рекомендация Всемирной Организации Здравоохранения популяризировалась для пандемического варианта гриппа. Спасибо, что пришли, мы так кратко, нон-стопом, но тему эту проговорили, потому что, действительно, еще раз напомню, Роспотребнадзор прогнозирует к концу только декабря в наш край, что придет эпидемия гриппа и РВИ, поэтому есть еще три недели полные для того, чтобы, во-первых, поставить прививку, во-вторых, подумать о профилактике другими способами, о которых сегодня говорили. Спасибо, здоровья вам!